Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. Сегодня, как вы уже поняли из названия, солянка, но не такая, какой я вам показывал, например, вот в этом ролике. Сегодня речь пойдет о втором блюде. Блюдо простецкое, крестьянское. Готовилось оно всегда из того, что есть в погребе, в кадушках. Поэтому совершенно не мудрено, что секретных рецептов самой правильной солянки не то, что в каждом городе, в каждой семье своей собственной. Мне больше всего нравится и сквашеная капуста со свининой. Рецепт хорош тем, что он не требует, ну, никаких практически трудозатрат. Так что займусь. Во-первых, надо слегка обжарить свинину. Это у меня свиные ребрышки. Еще бы сюда хорошо небольшой кусочек жирной грудинки. Но нет ее. Для обжарки я добавил немного подсолнечного масла. Ну, а если у вас жирная грудинка, то можно вообще без масла жарить. Ну, и пока ребрышки румянятся, нарежу лука. Вообще говоря, сегодняшняя солянка – это такой упрощенный вариант бигаса. Вот. Знаете же, что такое бигас? Нет? Ну, это такая богатая солянка. Ее готовят в Польше, в Белоруссии. Обязательно покажу. Ребрышки уже подрумянились. Можно и лук добавить. Ну, вот сюда. А сам нарежу моркови. Бигас, конечно, гораздо богаче по вкусу. Ну, и готовится он зато гораздо дольше. Морковь тоже в сковороду. Мясо не надо до готовности доводить. Да и лук тоже совершенно необязательно доводить именно до золотистого состояния. Можно, но необязательно. Главное – дайте луковому соку выкипеть, чтобы горечь ушла. А после этого, как он только стал прозрачным, можно и капусту добавлять. Ну, а можно довести до румяности. Все на ваш вкус. А капусту я порежу. Ну, чтобы удобнее было есть. Мельчить не буду. И надо попробовать. Отлично. А, что у вас? Тоже, да? О, скул сводит. Теперь так. Если у вас капуста очень кислая, можно ее промыть. Я не буду промывать. Мне нравится солянка. Такая кислая, прям вырви глаз. И вообще говоря, солянку лучше не есть. Солянкой лучше всего закусывать. Намерзнешься, потом придешь домой. Водочки такой, со льда и соляночки. Ммм, красота. Но про алкогольные мечты позже. Смотрите, лук-морковь в прекрасном состоянии. И я добавлю немного протертых томатов. Можно томатной пасты, но только хорошей. И помешиваю. Их надо поджарить. Именно поджарить. То есть сначала лишняя влага выкипает, а потом начинается вот это самое поджаривание. Вот смотрите, отлично. В томатах есть сахар. И вот при таком поджаривании он начинает превращаться в карамель. Вот именно этот вкус мне и нужен. Ну и можно уже добавлять капусту. Вот так. И сразу же перемешать. Отлично. И накрою крышкой. Огонь убавлю до ниже среднего. Сейчас влага из капусты испарится. И под крышкой создастся такое облако пара. И капуста будет по сути париться в этом ароматном облаке. Сколько всего это времени займет? Ну минут 30-40, может быть час. Тут все зависит от размера вашей посудины, от количества капусты. Если у вас капуста слишком сухая и пара как такового нет, прям слышите, что он там шкварчит, шипит и трещит уже, то есть обжаривается. Можно добавить немного воды. Но лучше, конечно, бульона. Немного, полстакана, не больше. Ну, встретимся через полчаса. Полчаса прошло. Смотрите, какая красота. Сейчас самое время добавить лавровый лист и тмин. Красота. Все по плану. Но добавлю еще немного сахара и парочку яблок, нарезанных, как видите, кубиками. И перемешать. Опять оставляю тушиться. Что? Неожиданный ингредиент солянки. А вы попробуйте. Яблоко, конечно, лучше всего выбирать такое кисло-сладкое. Семеринка или Грэнни Смит. Лучше всего, конечно, Антоновка. У него такой классный аромат. Ладно, встретимся еще через полчаса. Уже за столом. Видно, соляночка. Пахнет. Так. Капусточка. Что, у вас тоже все побежало, да? Вау. Фантастика. Картошечки. Небольшой вкусманчик. Опять с капусточкой. Ой. Обожаю это дело. Мм. Да что говорить. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон». Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...